Прежде всего, если говорить о политических причинах, то XX век начинается как эпоха борьбы за передел мира. В это время уже произошел раздел неподеленных пространств, где можно было захватить колонии, Африка, Азия, Америка, все уже разделено. Соответственно, великие державы, элиты которых боролись за новые рынки сырья для развития промышленности, для развития производства, за источники сырья, за рынки сбыта товаров в своей промышленности, должны были искать новые ресурсы. Стремительно развивались средства связи, средства коммуникации, новые виды вооружений появляются, развивается военная промышленность. Естественно, это тоже большие деньги, большие доходы, производство оружия. Кроме того, большое количество, как бы сейчас сказали, горячих точек возникает в Европе, очагов напряжения. Не решен национальный вопрос в значительной мере. Почти во всех имперских государствах, будь то Германия, Австро-Венгрия, Россия, Турция, существуют национальные меньшинства. Те или иные движения, которые борются за независимость, за автономию, за национальное самоопределение, ищут возможности, так сказать, реализовать свои задачи. Нарастают социальные конфликты, и война является одним из способов перенесения вот этой вот агрессии, напряжения в обществе, в какое-то другое русло. Все это надо иметь в виду, чтобы понять эту ситуацию. Наконец, рост влияния националистических идей, как в национальном освободителе, так и в имперском варианте. Это и пангерманизм, идеи панславизма и так далее, и так далее. Можно много всего перечислить, так они находятся в большом количестве своих сторонников, и идеологически подпитывают вот эти вот новые столкновения, новую борьбу. Далее, предшествующие конфликты, если мы вспомним. В Европе Франция в 1871 году потерпела поражение от союза германских государств, Пруссии, Баварии и так далее. И во французском обществе жажда реванша, вернуть провинции Эльзас, Лотарингию, которую германская империя отвоевала у них, вернуть их обратно. Затем, также совершенно Австро-Венгрия утратила когда-то итальянские территории. Здесь вопрос так острого не поднимался. Но в Австрии и Венгрии идея о том, что Австрия должна присоединить Салоники, об этом австрийский император неоднократно говорил, Франц Силосов, так. Вот эта идея тоже поднималась. Если мы возьмем Сербию, идея Великой Сербии тоже очень активная. Есть даже карты, которые тогда рисовали, и вот там огромная территория, которая включает Боснию всю, Македонию, большую часть Хорватии, Черногорию. Цели Германии в этой войне? Во-первых, сломить Францию как великую державу, превратить ее во второстепенную. Сломить влияние России на Балканах. Освабить влияние России на Балканах. Включить в свой состав территорию Прибалтики, принадлежавшую России. Включить в свой состав польские земли России. Включить в свой состав северо-восточные регионы Франции, важные в промышленном отношении. Захватить часть английских колоний в Африке, на Тихом океане. И, наконец, превратиться в ведущую мировую державу, потому что Германия активно соперничала в этом плане с Англией. Строился флот, были программы, строительство подводных лодок, линейных кораблей, крейсеров и так далее. Прежде всего, Россия уже сделала уступку Австро-Венгрии в Балканском вопросе в 1908 году, когда шел вопрос о включении в состав Австро-Венгрии Боснии и Герцеговины. Территории, которые были населены преимущественно сербами, хорватами, мусульманами, боснийцами. Территория, на которые претендовала Сербия, которые по решению Берлинского конгресса 1878 года, формально оставаясь в составе Турции, были оккупированы и взяты под управление Австро-Венгрией. Естественно, после этой уступки отдавать Сербию на растерзание Австро-Венгрии правительство России не могло. В этом случае резко упал бы престиж правительства Николая II внутри страны, потому что симпатии к братьям славянам были очень серьезны. Сербия считалась союзником России, в отличие от Болгарии, с которой отношения были уже весьма напряженные. Это означало предательство союзника и утрату влияния России на Балканах. В Петрограде в начале войны в это время были массовые патриотические демонстрации с нашими российскими триколорами на Дворцовой площади, не только в Москве, в других городах. Наблюдалось такое спонтанное единение общества. Хотя, конечно, стопроцентно однополярная картина не была, одноцветная не была. Начались антинемецкие погромы в Москве, когда громили магазины, разоряли зачастую весьма состоятельных людей в результате. В Московской губернии уже в 2015 году были антинемецкие инциденты в некоторых местах. В Петрограде также. Причем полиция и войска вмешивались не сразу в эти события, давали выпустить пар, судя по всему, людям. Здесь важно заметить, что в этот период нарастают такие вот даже шовинистические настроения. Например, известно, что психиатр Бехтерев издал научную работу, где анализировал психопатологии кайзера Вильгельма, германского императора Вильгельма. Сразу появились работы публицистов, историков, которые рассказывали о том, какая агрессивная нация немцы, тефтонцы. Даже самые левые политики в России, социал-демократы, эсеры, даже анархисты, которые вообще никогда ни по каким вопросам не шли на компромисс с властями, заняли оборонческую позицию. Известно, что среди социал-демократов Георгий Валентинович Плеханов был оборонцем, отец русской социал-демократии, марксизма, основоположник, наряду с Лениным, даже еще более влиятельный, чем Ленин в свое время. Затем среди эсеров Николай Дмитриевич Авксентьев, известный деятель этой партии, многие другие. Екатерина Константиновна Бришко-Бришковская, ее называли бабушкой среди эсеров, также придерживалась оборонческой позиции. Затем среди анархистов Петр Алексеевич Кропоткин, один из старейших русских революционеров, которого уважали, с которым переписывались все политические деятели оппозиции, левой оппозиции в России, социалисты, либералы даже, у Милюков в воспоминаниях о встрече с ним пишет. Он заявил, что нужно бороться с Германией, Германия это агрессивное империалистическое военное государство, нужно победить империализм русских юнкеров, защитить европейские демократии и будущие России, естественно, не будущее в лице Николая II, а будущую демократическую Россию. Идти добровольцами призывал на фронт, говорю, что сам пошел бы, если была возможность. Был еще один случай, очень забавный, один из теоретиков российского анархизма, Алексей Алексеевич Боровой, ученый, юрист, экономист, преподаватель университета в Москве, в 1914-1915 годах активно сотрудничал в некоторых газетах и написал ряд статьй, где тоже призывал встать на защиту Родины, написал, что мы, славяне, нация незлобивая, добрая, не склонная к завоеваниям, к войнам, и мы должны победить вот эту тефтонскую немецкую агрессивность, военные гении немцев для того, чтобы защитить мир. Это, повторяю, широкое общественное единение. При этом, конечно, были противники войны, причем по самым разным соображениям можно найти, были пацифисты, среди консерваторов встречались сторонники прогерманской ориентации, считавшие, что Германия — это олицетворение консервативных идей, германская империя — это оплот консерватизма в Европе, Франция — оплот либерализма, социализма и так далее. В случае поражения Германии Россию ждет революция. Было такое, но они, естественно, были в меньшинстве. Современники называли Великая война, Вторая Отечественная война, термин «мировая война» стал постепенно входить в обиход. Во-первых, масштабы войны. Первоначально в нее оказались вовлечены все практически крупные государства Европы и постепенно все европейские страны, за исключением Испании, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Дании, Голландии еще. Даже нейтральный Люксембург был оккупирован немецкой армией в первые же дни войны. Затем война распространилась на другие части света. Азия, здесь Турция, Иран. Боевые действия велись в Сирии, Палестине, в Египте, на Аравийском полуострове, в Китае, где была немецкая колония в районе Циндао. Японцы высадились, осадили ее. Затем на островах Тихого океана, Папуа-Новая Гвине, где Миклуха Маклай, наш отечественный, активно работал в конце XIX века, как исследователь. Там тоже развернулись боевые действия. Там была немецкая колония, австралийские, английские войска выбивали оттуда немцев. Африка, где были немецкие колонии, нынешняя Намибия, Юго-Западная Африка она тогда называлась. Нынешняя Танзания, тоже была немецкой колонией. Еще ряд территорий, Того, Камерун. Там тоже развернулись боевые действия. Все океаны практически, во всех океанах вели боевые действия флоты противника. И Тихий океан, индийский, атлантический, даже в какой-то мере северно-ледовитый. То есть весь мир оказался в это вовлечен. Масштабы угрозы тоже были очень значительные. Напомню, что Германия была одним из наиболее развитых индустриальных государств, имевшая мощную промышленность, развитая технически, превосходившая Россию по многим параметрам, естественно. Поэтому угроза воспринималась именно как угроза национальной независимости страны. Поэтому это Великая Отечественная война считалась, и мировая, по всем этим причинам. С одной стороны, пулеметы уже использовались. Вспомним Англо-Бурскую войну, русско-японскую, итало-турецкую, где использовали дирижабли и авиацию активно, кстати, итальянцы против турок в Ливии. С одной стороны, это все ожидалось. С другой стороны, все-таки не было вот такой войны, где убийство было бы поставлено на конвейер. Вспоминаю, я могу вспомнить здесь отрывок из мемуаров одного из немецких офицеров, который писал буквально следующее. Дается сигнал к атаке, поднимаются наши из окопов, выходят. Тут же, через несколько минут, они все скошены пулеметным огнем артиллерийским. Выходит новая цепь, и тоже большая часть ее погибает. То есть, вот это ощущение прозаичности смерти, повседневности, как чего-то нормального, обычного, бытового совершенно. Очень быстро это сбило вот этот романтический пыл у людей. Все поняли, что война это не так романтично, не так замечательно, как это бывает. Как это представлялось раньше, извините. Это не только героизм, это массовая гибель, и ты, так сказать, один из тех, кто может не дожить до завтрашнего, до утра завтрашнего дня. Тебя накроет в окопе снарядом, отравит газами. Этот момент. Затем, что еще, естественно, не ожидали, это изменение стратегии. Позиционная война. Никогда раньше по всей линии фронта не возникали вот эти вот сплошные окопы, блиндажи, укрепления, полосы колючей проволоки. Это тоже было новым чем-то. Когда нужно вести войну, сидя в окопе все время, постоянно практически. Наконец, всеобщая мобилизация страны. Всеобщая мобилизация, это именно феномен, который появился впервые в Первую мировую войну. Посмотрите. Не только массовый набор в армию, когда миллионы идут. Когда кадровая армия в России погибает в первый год войны. И уже второй год войны требует даже ротации офицерского корпуса мощного. Срочно люди с высшим образованием оканчивают школы прапорщиков, ускоренные юнкерские, ускоренные курсы юнкерских училищ, чтобы уже идти в армию командовать. Много молодых интеллигентов попадает туда. Даже выходцы из рабочих семей, солдаты, произведенные в прапорщике за свои заслуги и прочее. Затем реорганизация промышленности на военный лад. Напомню, что Владимир Ильич Ленин, когда говорил о том, как надо строить социалистическую экономику, ссылался на опыт организации промышленности в Кайзеровской Германии. Во многом оттуда были взяты модели управления производством. Война служила средством обогащения для широких слоев предпринимателей. В первую очередь мы должны упомянуть фирмы, которые работали на производстве оружия. Круп в Германии, Шнейдер и Крызо во Франции, Рено. Опять-таки танки Рено знаменитые, легкие танки, использовавшиеся. В России также производство снарядов, строительство военных кораблей. Это очень доходное дело в то время. Мы должны помнить, что в Первой мировой войне впервые появляется такое явление, как конвейер смерти. Смерть ставится на поток, на конвейер. Используются массовые орудия истребления людей, пулеметы, газы. И тут нужно вспомнить еще один момент важный. Дело в том, что вот это необыкновенное падение цены человеческой жизни психологически подготовило такие явления, как массовое уничтожение людей, населения целогруппно-селения диктатурами XX века. Тут мы можем фашистам вспомнить. И, кстати, очень интересный факт. Ведь и Гитлер, и Муссолини были участниками мировой войны. Они прошли через этот этап рядовыми, были тяжело ранены, участвовали в боях. И я думаю, что в немалой мере их жизненная позиция определилась в этот период. Пока не мере на уровне ценности. Восточная Пруссия была избрана в начале войны в качестве одного из основных направлений для наступления русских войск. Дело в том, что в это время немецкая армия прорывалась через Бельгию на территорию Франции. И под угрозой был Париж. И здесь очень важно было каким-то образом оттянуть силы противника, чтобы ослабить наступление на этом направлении. И считается, что это был одним из мотивов, почему в качестве наступления была выбрана Восточная Пруссия. Вообще Германия была не самым лучшим противником для России. Австро-Венгрия, армия которой была во многом раздираема межнациональными противоречиями, была хуже подготовлена. Вот эта многоязычная армия, где, если мы читали Гашек, вспомним, там чехи не любят венгров, терпеть не могут, они дерутся, бьют друг друга. Австрийцы презирают их всех вместе взятых и так далее. Так вот выбрали именно Германию. И оказалось, что территория, населенная враждебным немецким населением, покрыта лесами и болотами, она оказалась очень трудной для наступления русской армии. Более того, даже снабжать войска было сложно, потому что размеры колеи для железнодорожной колеи, толщина на немецкой и на русской территории, это разная. И русские войска, две армии, которыми командовали генерал Самсонов и генерал Рененкамп, оказались втянуты. И здесь немцы использовали знаменитый прием котла. Обе армии были затянуты, они одержали первоначально победу, сражение под Гумбининым было очень удачным для русских войск. Они стали прорываться на Кёнигсберг и здесь-то были переброшены немецкие соединения. Талантливые немецкие военачальники Людендорф, Гинденбург планировали эту операцию, в результате которой обе армии попали в котел. Значительная часть из этих армий все-таки прорвалась из окружения, в плен попали далеко не все. Тем не менее, и по потерям, потеряна была артиллерия, обузы, так. По потерям и с точки зрения удара по имиджу это было очень серьезное поражение. С одной стороны, стало понятно, что германскую армию не победить так быстро, в отличие от австрийской. И стало понятно, что имидж непобедимости русской армии, который пошатнулся в ходе русско-японской войны, получил еще один удар. То есть вера в победу сама по себе была уже поколеблена в этой ситуации. Что касается Галицийской битвы, ретто осень 1914 года, здесь важно иметь в виду, что изначально в военных планах русского командования намечалось нанести удар всеми силами именно по Австрии, Венгрии. По Австрии, Венгрии. Германия должна, против Германии должны были проводиться преимущественно оборонительные действия. Это был очень удачный план в целом, поскольку австро-венгерская армия раздиралась межнациональными противоречиями, сама империя была достаточно непрочной. Подготовка австро-венгерской армии была значительно худшей, чем немецкая армия. По крайней мере, она была сопоставима с российской армией по многим параметрам. Здесь боевые действия разворачивались достаточно успешно. В первые месяцы войны были захвачены стратегически важные города, такие как Галич, Львов. Взято крепость Перемышль уже через какое-то время. Русские войска дошли до Карпат, глядемец перешли через них, поставив под угрозу непосредственно территорию Венгрии. То есть был шанс добиться перелома. Но здесь важно отметить, что, с одной стороны, недостаток резервов, недостаток боеприпасов. Наступление вскоре к концу года уже выдохлось. Кстати, не только в России, потому что арсеналы черпали в значительной мере и другие участники войны. К этому моменту все это, естественно, не позволило развить успех. Хотя шансы здесь были достаточно неплохие. Что касается Брусиловского прорыва, здесь надо сказать особо. В конце мая 1916 года русские войска начали наступление. Первоначально был осуществлен прорыв на Луцк 8-й армии генерала Каледина. Также был одновременно нанесен удар в направлении Черновцов одной из армий. Был применен такой прием наступления, как удар сразу на нескольких направлениях, когда противник не может определить, где же главное направление удара, и вынужден распылять свои силы. Итогом этого наступления был разгром австро-венгерской армии, которая понесла серьезные потери. Австро-венгерская армия на значительное время утратила свою способность к активным боевым действиям наступательным. Германия и Австро-Венгрия вынуждены были перебросить резервы с западного фронта и с итальянского. Считается, что это спасло от разгрома Италию в значительной мере, потому что шансы на успех были серьезны в Германии и Австро-Венгрии. Параллельно наступление на Сумме сыграло значительную роль также. И что надо еще заметить, естественно, инициатива перешла на определенный период времени к странам Антанты. Брусевский правил сопоставим с Галицийской битвой. Он сопоставим с битвой на Марне, когда в 1914 году было остановлено наступление немецких войск на Париж французской и английской армии. Наверное, все-таки. Хотя, повторяю еще раз, Брусевский прорыв не имел значения битвы, которая обеспечила коренной перелом в этой войне. Конечно же. Более того, были истощены силы русской армии. На значительный период времени русская армия не могла проводить наступательные операции против Германии и Австро-Венгрии. Брусевов получил колоссальные ресурсы для успеха. Повторяю, перебрасывались корпуса с других фронтов. Боеприпасы, снаряжение в значительных объемах. И это одна из причин, почему другие фронты не смогли начать наступление одновременно с Брусевским фронтом. Потому что предполагалось, что они поддержат этот фронт, но возможностей таких не было. Брусевский прорыв имел важное пропагандистское значение, безусловно. Это событие на какое-то время подняло патриотическое настроение в стране, веру в победу. Генералу Брусилову писали письма. Его фотография печаталась в газетах, в журналах, как символ побед русской армии, полководческого гения. Сравнивали с другими великими полководцами. Хотя это было немного преувеличением, конечно же. Однако отсутствие какого-то перелома в событиях, которым мог бы послужить, может быть, выход из войны Австро-Венгрии. Это все очень быстро привело к тому, что эйфория спала. Но еще один важный итог этого прорыва, это вступление в войну Румынии на стороне России. Но тоже важно отметить, что Румыния в войну вступает, но ее армия была плохо подготовлена к боевым действиям. И быстро она была разбита австро-германскими и болгарскими войсками. И уже русская армия должна была срочно защищать Румынию. Восемь дивизий было снято с других фронтов, даже больше восьми дивизий переброшены для поддержания румынского фронта. Здесь велись боевые действия против Турции. Велись они гораздо более успешно, чем против Австро-Венгрии и Германии. Русские войска быстро отбили попытки турок прорваться на территорию Армении, Грузии. Были заняты стратегически важные города, такие как порт Трапезунд. При его бомбардировке, кстати, применялась морская авиация. Эрзерум, ряд других крупных городов. И здесь велись бои не только на территории Турции, но и на территории Ирана. Иран вообще стал таким вот камнем преткновения. Здесь, с одной стороны, активно пытались его вести войну на своей стороне центральные державы. Турки активно поддерживали оппозицию против Шаха. Некоторые формирования этой оппозиции вели партизанскую войну против русских и англичан. Восстания были на юге и на западе Ирана, очень активные. И сюда были введены русские войска, английские войска. Здесь прошла линия фронта по территории Ирана. Турки действовали, действовали русские. Более того, здесь как раз на этом направлении имела место некоторая координация, некоторое содействие со стороны англичан, которые в какой-то момент высадились в Ираке, начали наступление через Басру на север Ирака. Правда, не весьма удачно, потому что часть английских войск попала в турецкое окружение. Турки надеялись на то, что они получат некоторую поддержку среди мусульман. Вот, например, такой факт. В архиве Московского охранного отделения есть, например, дело о распространении на территории Российской империи пластинок с турецкой песней «Энвер Бей», где пан-тюркистские настроения развиваются, идея о том, что Турция придет, освободит турок, мусульман. Дело в том, что не только мусульман, но турок. В Турции в то время у власти были националисты, турецкие национал-либералы, младо-турки, помним, да? Правительство, которое как раз было националистическим, оно видело будущее Турции как мононационального государства. Так вот, армянская резня, это все вот как раз дела младо-турок, в значительной мере, турецких националистов. Так? Поэтому, да, конечно, велась пропаганда, но нельзя сказать, что она имела какой-то широкий успех. Хотя были эмигрантские круги, националистические, которые активно использовала Германия и Турция. Кстати, вот украинских националистов активно использовали в те времена, поляков, легионы Юзефа, Юзеф Пеусутский формировал польские легионы, мы знаем. Поэтому турки первоначально имели планы наступления на Суэцкий канал. Первоначально турецкие и германские корабли активно действовали на Черном море. Известен обстрел Севастополя, даже, который был осуществлен в первые дни войны с Турцией. Но Турция была слабым звеном, естественно, коалиции центральных держав. И ее выход из войны, как Австрии и Венгрии, был весьма вероятен в отдаленном будущем. Такие шансы были. На фронте русские солдаты сталкивались с проблемами, с питанием, сталкивались с окопной грязью, сталкивались с падением воинского духа. Потому что, когда артиллерия германская, австровенгерская ведет ураганный огонь, а им отвечают одним-двумя выстрелами на этот огонь, то это, естественно, ведет к падению веры в победу. Отступление, большие потери, газовые атаки противника. Естественно, все это очень серьезно меняло взгляд солдат на военную ситуацию. Письма из дома о материальных проблемах, они тоже играли определенную роль. Это ожидание прекращения войны, как можно ожидание скорейшего прекращения войны. Это желание вернуться домой, помочь родным. И, наконец, тоже важный момент. Ведь во время этой войны, отмечают некоторые исследователи, негативное отношение к солдатам противника, к вражеским солдатам, оно постепенно сглаживалось. То есть, были случаи каких-то поздравлений друг друга с Рождеством даже, бывали. И само братание, которое потом началось, и которое, кстати, поддерживали германское командование, как способ развожения, это братание ведь не было актом германской разведки, развожения русских, оно было психологическим актом, когда люди желают найти общий язык, помириться, прекратить военные действия и так далее. Они понимают, что там такие же люди, что их так же завтра убьют, что у них тоже дома семьи, что у них такие же проблемы, это все одинаковое. Вот, наверное, сглаживание какой-то ненависти друг к другу тоже имело место быть, хотя это, конечно, временное явление, и все равно бой, все равно смерть, все равно завтра они убьют тебя, а ты сегодня их. Эта масса людей, вчерашние крестьяне, большая часть населения России крестьяне, они в основной массе малограмотные. Повторяю, Россия вступила в войну в том состоянии, когда большинство населения неграмотно или малограмотно. Это вчерашние городские рабочие, которые грамотные в основном в своей массе. Они попали в войну, они утрачивают эти навыки мирной жизни, которые были раньше, приобретают навыки солдат. Это очень сложный процесс. В тылу скопилось большое количество запасных, которые осваивали военную науку и ожидали отправки на фронт. Поэтому нередко численность частей, полков резко увеличивалась. Могло быть и 5, и 10 тысяч человек в тыловых командах. Офицеры, которые пошли на фронт после гибели кадрового военного состава, в значительной мере были вчерашние интеллигенты, студенты, люди с высшим образованием, которые становились прапорщиками. И вот здесь интересный момент. С одной стороны, у них не было какой-то кастовой отстраненности от солдат. То есть, по отзывам современников, они нередко шли в атаку вместе с солдатами, впереди солдат. Они находили общий язык с ними. Многие из них разделяли идеи оппозиционные к существующей власти. Были сторонники социалистических, идеи либеральных. Естественно, они несли это критическое отношение в солдатские массы. Солдаты, которые жаждут мира, и офицер, который тоже не сторонник этой войны, они часто находили общий язык. Почему, например, и революция-то стала возможной? Понимаете? Потому что офицерский корпус изменился. И состав армии изменился тоже. Не хватало тяжелых орудий. Проблемы с тяжелой артиллерией. Хронически. Россия вступила в войну, значительно отставая по количеству тяжелых орудий от Австрии, Венгрии и Германии. Пример с горлицким прорывом 1915 года. Ситуация, когда на небольшом участке фронта огромное количество сосредоточено германских, австро-венгерских тяжелых батарей, гаубицы, мортиры. И только одна-две русские батареи тяжелых орудий им противостоят. Естественно, что специально для прорыва их там сосредоточили, но показательно, что русские не могли ответить адекватно на вот этот массированный обстрел тяжелыми снарядами. Затем, нехватка патронов. Есть данные, что первый год войны промышленность производила порядка 500 миллионов патронов. А было необходимо 2,5 миллиарда. Здесь проблемы уже. Проблемы со снарядами. Опять-таки. И тут надо отметить, что каналы снабжения русской армии и заграницы, они ведь тоже не были в этот момент вот так вот возможны. Посмотрите, порт Мурманск, он был открыт когда? 16-й год. Сколько до конца войны оставалось? Не так много. Через Балтийское море, через Черное море снабжение было невозможно. На Дальнем Востоке сложно, через Дальний Восток сложно. В общем, здесь такие проблемы возникали. Но при этом, что интересно, нехватка и в других областях была. За границей, например, в США, в других странах закупали что? Не только боеприпасы. Кирки, лопаты, мешки для песка. О чем говорит? О том, что промышленность не могла справиться с таким объемом заказов. С колоссальным объемом заказов. Во-первых, попытки разработки танков были в России. Сын известного русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева, Владимир Дмитриевич, разработал танк. Не ошибаюсь, он назывался «Вездеход». Танк вооруженный тяжелой пушкой, смассированный массивными гусеницами. По внешней виду такая вот коробка прямоугольная. Ширина 4 метра 40 сантиметров, длина 13 метров у него была. Наверху коробки, так сказать, спереди пушка торчит, а наверху такая башенка с пулеметом. Другие модели танков были, но их так и не пустили на широкое производство. Дальше производили бронеавтомобили на российских заводах, на Путиловском заводе. Автомобиль Путилов-Гарфорд. Кстати, во время Брусиловского прорыва есть фотография, где генерал Брусилов осматривает броневики. Сам залезает туда, смотрит, как там дела обстоят. Затем самолеты. Самолет Илья Муромед, четырехмоторный бомбардировщик. Один из первых тяжелых бомбардировщиков в мире, использовавшийся при налетах на территорию противника, на позиции противника. Его использовали активно. Хотя большая часть самолетов была французских моделей, естественно. Вуазены, Ньюпоры и так далее. Английские Ньюпоры и прочее. Использовались также дирижабли, цеппелины, изобретенные в Германии. Но тут их тоже начали уже производить. Правда, в небольшом количестве. Аэростаты для корректировки артиллерийского огня. Затем, если говорить о других видах вооружения, то винтовка Мосина, в которой в основной массе был вооружен русский солдат, трехлинейка знаменитая, классическая, которая доживая до Великой Отечественной войны. Затем были попытки разрабатывать автоматические винтовки. Известный русский вооруженник Федоров разработал такую винтовку. И в 1916 году даже ей вооружили небольшое подразделение солдат на Румынском фронте. Но широкого производства эта винтовка не получила в итоге. О чем можно еще сказать? Применяли, использовались противогазы для защиты от газовых атак. Уже учились делать дегазацию. Правда, не всегда успешно. Зачастую были случаи, когда после газовой атаки, переседев противогазах, их снимали, дегазация не проводилась. Итогом были отравления солдат в этой ситуации. Затем, что еще? О чем еще можно было бы сказать, наверное? Подводные лодки использовались широко в русском флоте. На Балтике они уже топили немецкие корабли периодически. На Черном море уже были. Тут тоже. Хотя, конечно, Германия в масштабах подводной войны превзошла всех. Известно, что впервые термин «битва за Атлантику» был применен не ко Второй мировой войне, а к Первой. Когда только за 1915 год немецкие подводные лодки потопили более 200 английских кораблей и более 80 кораблей нейтральных судов, которые перевозили грузы, военные грузы. Лайнер «Лузитания», мы помним, был потоплен подводной лодкой немецкой. Это был такой вот интересный сюжет для пропаганды и показа, так сказать, зверств немцев, демонстрации, так сказать, зверств немцев. И только 10 немецких подводных лодок за этот год было потоплено судами англичан и французов. Сами понимаете, что это такое. Затем, так если мы о вооружении, что еще можно сказать? Снаряды с химическими веществами тоже русские научились применять, как и немцы. Правда, в небольших масштабах это не имело больших результатов здесь. Конечно, Ленин не был завербован германской разведкой, как сейчас пишут. Это ерунда. Ничего подобного не было. Это способу дискредитации просто Ленина политическими путями. Просто-напросто Ленин Вадим Ильич искал способ вернуться в Россию, как многие русские эмигранты. Он опасался плыть на пароходе, потому что тот мог быть потоплен немецкой подводной лодкой. Очень легко. Хотя они тоже не все суда топили, но шанс такой был. И в качестве такого способа был избран путь через Германию. Когда немецкие офицеры, немецкое командование, генштаб предложило пропустить русских эмигрантов. Но, видимо, расчет немецкого генштаба был на то, что русские эмигранты антивоенно-настольные окажутся в России. И это поможет каким-то образом изменить ситуацию. У русских эмигрантов на сей счет были свои планы. Они не обманывались в намерениях Германии. Планы были, естественно, бороться за власть, за свержение временного правительства. Кто-то, наоборот, стремился сотрудничать с временным правительством, извернувшихся. Тут, повторяю, не только были люди вроде Ленина. Дело в том, что Ленин искал другие контакты. Он, например, пытался общаться с американцами, чтобы вернуться через территорию Франции, Англии, при их поддержке, по их каким-то каналам. Много было шансов, много вариантов. Он не ограничивался немцами, как иногда пишут. Нет, конечно. А немцы, кстати, демонстрировали это как гуманитарную акцию. Что вот мы пропускаем беженцев. Они беженцы, они не военные. В пломбированном вагоне, без права выхода на немецкую территорию. С правом их стереальности практически. Они путешествуют через нашу территорию. Против этого мира протестовали же, во-первых, многие члены большевистской партии, левые коммунисты, Бухарин, Преображенский, их сторонники. Затем протестовали анархисты, протестовали левые эсеры, которые разорвали коалицию с большевиками. Во многом из-за этого тоже. Во-первых, изначально большевики, как и все представители социалистического лагеря, говорили о мире без аннексии и контрибуции. О мире справедливом, демократическом, который принесет принцип национального самоопределения национальным меньшинствам, который не допустит аннексий, захватов, не допустит выплаты победителю его призовых денег, контрибуции. А на практике получилось, что это мир, который отторг от России огромные территории, Прибалтику, Финляндию, Закавказье в значительной мере, Украину, которая была признана сферой влияния Германии, Крым и так далее. Получилось, что Германия оказалась победителем, и она навязала побежденным свои условия. Условия позорные, условия грабительские, совершенно верно это, но условия, которые побежденная страна вынуждена была принять. К чему эта война привела? Во-первых, гибель более 10 миллионов человек. Огромное число людей с военным синдромом. Это впервые тогда появляется. Массовый военный синдром. То, что потом во Вьетнаме было и так далее. В Афганистан. Люди, которые не могут интегрироваться в мирную жизнь, вернуться обратно. Это, как я уже говорил, рост реваншистских настроений в проигравших странах, в Германии, в странах, которые мало получили от этой войны. Япония, Италия, элиты которых считали, что они получили то, что им причитается. Им слишком мало досталось. Они понесли большие жертвы. Это деление стран, деление государственно проигравших и победивших. Победившие, которые определяют правила игры в будущем мире. Франция, Великобритания. И проигравшие. Германия, Австрия, Венгрия, Болгария, Турция, которые должны платить за все. Это страны, которые были отстранены от принятия решений. Так даже США в значительной мере оказалось не у дел. И шовинистические, реваншистские настроения вскоре вылились в массовые политические движения. Фашизм в Италии, национал-социализм в Германии. С другой стороны, это привело к ряду революций в европейских странах. Россию мы знаем. Турция, которая окончательно оформилась как национальное государство. Где идеи турецкого национализма доминирующие. Только сейчас от них отказываются. Затем во всех проигравших странах. Возьмем мы Австро-Венгрию, Германию, Турцию. Произошли революции, которые покончили с существующим политическим строем. Привели к демонтажу империй. Война, в результате которой прекратили существование империи. Знаменитый феномен культуры. Потерянное поколение. Произведения Хемингуэя, Ремарка, Олдингтона, Ирвина Шоу. Которые ставили под вопрос современную цивилизацию, ее ценности. Известная фраза Хемингуэя. Известная фраза. Класс, который правит нашей страной, глуп. И поэтому мы не можем избежать войн. Прежде всего, на фронт шла очень тревожная информация о ситуации в тылу. Прекрасно знали, что в столице восстания. Прекрасно знали, что оно распространяется на другие города. Бывает информация о том, что в Москве власть перешла к новому революционному правительству. В других городах, железнодорожных станциях. В том числе, в непосредственной близости от фронта. И было опасение новой гражданской войны. Потому что в случае, если с фронта посылают войска подавлять восстания в Петрограде. Если они не перейдут на сторону восставших, значит будут бои. Те ответят, те будут сопротивляться. А гражданская война означает, что прекращается работа транспортная система. Разрушаются железные дороги, встают предприятия. Прекращается снабжение фронта. Значит, на фронте начинается голод, нехватка продовольствия, снарядов, снаряжения, патронов. И он становится небоеспособным и разваливается. Вот эта угроза гражданской войны желанием предотвратить, найти компромисс какой-то. И прослеживается в телеграммах с фронта, военачальников, и Брусилова в том числе. И в заявлениях Михаила Васильевича Алексеева. И что такое присяга? Что такое вообще политический строй, которому человек присягает? Это одна историческая реальность. Жизнь меняется. Политический строй меняется. И для военных, в общем-то, для русских военных, присяга, так уж скажем, нарушение присяги не было чем-то заурядным. Извините, оговорюсь, чем-то малоизвестным и громом среди ясного неба. Мы знаем, что такое дворцовые перевороты 18 века, когда не только нарушали присягу, императоров убивали. И Петра III, и Павла I. Так делали это офицеры и генералы. Понимаете? Мы знаем, что уже было восстание декабриста в России. Мы знаем, что были офицеры, участвовавшие в организациях народной воли, революционной организации второй половины XIX века. Та самая организация, которая устроила покушение на Александра II и его убийство. Это известно. На императора Александра II. Мы знаем, что были офицеры, которые симпатизировали эсэром, социал-демократам. Антонов-Овсеенко, один из подвижников Ленина, был бывшим поручиком пехоты, служившим в полку какое-то время, в пехотном полку. Мы знаем, что было восстание на броненосце Потемкин. Были волнения в армии во время Первой русской революции 5-7-го годов. Восстание в крепости Свяборг, где морские офицеры участвовали. Все это было. И мы знаем, что офицеры читали газеты, журналы. Военные перевороты были известны очень давно. Но в 1903 году, буквально за 14 лет до Русской революции, Второй революции, офицеры сербской армии в Белграде, в Королевском дворце, застрелили короля Александра, королеву Драгу. Это тоже было известно. Поэтому, естественно, что вмешательство армии в политику, это всего-навсего акт политического прагматизма. И армия всегда вмешивается в политику, когда на улицы выходят сотни тысяч людей. И у любого здравомыслящего офицера возникает вопрос, надо ли стрелять в этих людей. Если он не наемник, которому все равно убьет кого угодно, лишь бы платят, он будет думать и принимать осмысленные решения в этой ситуации все-таки. Поэтому нужно отдать должное. Это были люди, которые думали, понимали, что что-то нужно делать. А как они это делали? Это уже их выбор.